Знакомство с деятельностью солигорских швейников началось с посещения фирменного магазина. О новых тенденциях в производстве, развитии ассортимента, фирменной торговле рассказала директор Купалинки Татьяна Ерота. Как известно, основное направление работы Купалинки – бельевой трикотаж. Но в последние годы предприятие освоило также выпуск верхнего ассортимента, предметов школьного гардероба, одежды делового стиля. Хорошим спросом пользуется и линейка продукции белорусской тематики, а все изделия Купалинки неизменно отличают высокое качество. Ирина Костевич высоко оценила работу коллектива. Купалинка сегодня подтверждение качества нашей продукции. Широкий ассортимент разновозрастной категории. Палитра цветов радует то, что в этом ассортименте направленность белорусская, наш орнамент, наши вышиванки, наши васильки. И это от одежды, которая 0+, и до людей пожилого возраста. Все это красочно, все это красиво, все это современно, удобно. И я думаю, что нам надо максимально продвигать нашу белорусскую продукцию. Она действительно с высоким знаковым качеством, самой высокой оценки. И посещение сегодня фирменного магазина действительно радует. Радует этими результатами достижения. Главной частью визита стала встреча с коллективом. Особое внимание министр уделила вопросам реализации государственной политики в области демографии, поддержки многодетных семей, формирования института отцовства, пенсионного обеспечения, социальной поддержки пожилых людей. Из проблемных вопросов отрасли, которые предстоит решить, Ирина Костевич отметила невысокие зарплаты в легкой промышленности и немолодой средний возраст работников. Ответила министр и на вопросы работников Купалинки. Обсудили повышение пенсионного возраста, продолжительность отпуска по уходу за ребенком, предоставление материальной помощи инвалидам. Именно формат живого общения помогает почувствовать настроение коллектива, по-другому взглянуть на проблемы и глобальнее рассматривать задачи, подвела итог встречи Ирина Костевич. Всегда очень внимательно и стараюсь услышать все вопросы, которые поднимают люди. И вы услышали сегодня на встрече, это и про рождаемость, это и про трудовую деятельность человека, про работу, про зарплату, про пенсионное обеспечение. Услышать с тем, чтобы максимально потом, конечно же, внести изменения в законодательство, если того требуют, усовершенствовать те же административные процедуры, где, может быть, где-то на сегодняшний день они не соответствующие требованиям со стороны населения, по те потребности, которые сегодня говорит население, что это необходимо сделать. Это важно. Важно, чтобы нас слышали и важно, чтобы мы, как государственные служащие, как министры, слышать население поднимаемым вопросом для их решения. Приятным завершением визита стала короткая встреча со студентами Института третьего возраста, который действует при Солигорском центре социального обслуживания населения. Женщины поблагодарили Ирину Костевич за внимание к пожилым людям, вручили благодарность и книгу, а также попросили содействия в возобновлении в Центре работы по оказанию нуждающимся гуманитарной помощи и более пристального внимания к организации пансионатов для пожилых.